Я не знал Я не знал Я хочу выпустить обзор Точнее будет корректнее, наверное, сказать Реакцию Потому что обзор это что-то более глубокое Обзором я пока еще не занимался Да, так сказать, отреагировать как-то на эту серию Поэтому авансом заряжайте лайк Если вы добрый человек Если вы какой-то вот злой И хотите принципиально поставить его потом Или вообще не поставить Ну, это ваш выбор Но еще раз говорю Бумерангом вернется абсолютно все Поэтому все добрые люди Вам спасибо за лайк Все злые люди Живите с этим Это норм Какая же я просто гниль, блядь Ужас Ребят, короче Хотелось бы сказать Перед просмотром Самые главные вещи Это телеграм-канал Который находится по ссылке в описании Это мерч Который тоже находится по ссылке в описании Также хочется в сотый раз напомнить То, что совсем скоро дроп Осталось только отфоткать вещи И вы сможете к новому году Уже что-то дозаказать На днях Точнее прямо сегодня Вышло шоу Вот кусочек Можете посмотреть Внимание Это шоу Займи Денег Мне нужно 140к Нет, ноги их не дат Все в тюрьму садят Помоги Я буду увеличивать член Решили делать Типа стрип-зоны Насколько-нибудь скинь Ай-яй-яй-яй-яй 5, 4, 3 Есть! Ребята! Последнюю стрип-гунду Ну, все, кто были подписаны На Телеграм Уже его видели Все, кто не подписан Переходите И там будет ссылочка Посмотрите шоу Мы там занимались Эльдаром деньги Ну, вроде как Было забавно Я там получил приз Зрительских симпатий Да, там Ну, короче Все будет подробнее там Уже, когда посмотрите Короче, ладно Давайте время не терять Я желаю всем Приятного просмотра Самых-самых-самых-самых Самых позитивных Вибрация добра Улыбок и т.д. С вами Евгений Макаренко В нос его коленка Неравный брак Поехали Юпт Ха-ха-ха Майкл Дуглас И Кэтрин Зетта Джонс Да, я очень за них рад Я уже устал Это смотреть Давайте я пролистну Майкл Дуглас И что-то там Джонс Поехали Спасибо, ребят Дома хорошо, что Вообще не пыльно Ага Супруги Галиченко Ельцовы Живут в Павловском посаде Анне 36 лет А Матвею 20 Они женаты 2 года Когда мы сошлись Матвей Я не обратил внимания На обложки Сколько кому лет Если честно Просто увидел, что неравный брак И такой Ладно, посмотрим Вот 20 и 36 Уже звучит как-то Ну, сейчас посмотрим Это повар Я руководитель банки У меня машина Квартира Да, у Матвея Велосипед С проколотым колесом Социально Они неравные Наш парень делает Особенно И то, что У нас Трое детей И монобровь Ладно, на самом деле Здесь Очень сильно Конечно Видна разница И парень Прям такой Знаете Это сейчас Я не пытаюсь оскорбить Он В хорошем смысле Этого слова Подснежник еще Ну, то есть Вот Прям вот Не вырос Не знаю, как объяснить Ну, короче Прям вот Только вот выпускной Прошел И все 36 лет Дама Рядом Супер Я не знаю Просто какой-то Набор комментариев Сейчас был Блядь Не связанный У Анны Две дочери От первого брака Десяти и пяти лет О, супер У него уже опыт Нарабатывается потихонечку В 20 лет Живет с двумя детьми Их общей с Матвеем Дочери Дане Два года Мы принимаем решения Вместе Живем вместе Мы действительно Любим друг друга Иначе Матвей убирается Один Но живем вместе Мы уже давно бы Не были бы вместе Все-таки Держит нас Именно чувства Матвей родился В 2002 году В это время Анна поступила В техникум На бухгалтера И в Вы прикалываетесь? Он такой Ему так Пуповину Она такая Магнитный поток Показывает Сколько всего Магнитных линий Пронизывают Выбранную поверхность Верно? Встретила будущего мужа Муж у меня был абьюзер Самый настоящий Когда он от любви Тебя Просто пытает Запрещает Что-то тебе Имеет на это полное право Вступили в отношения Значит мужчина Может доминировать Если мужчина Допустим Оплачивает квартиру Мне кажется То что если он Там позволяет себе Там дать почечину За то что ты там Пришла Не в 9 Да как договаривались А в 12 И за что его ругать Ты живешь в его площади Оплаченная Все я Контролирует В общем Ну это нужно Просто Я хорошо хотел закончить И забыл Что хотел сказать Пережить Чтоб понять Несмотря на сложности В отношениях с мужем Анна сохраняла брак Ради дочерей В течение 17 лет То есть я жила С мужем Он есть Да он Знаете Можно как будто бы терпеть Там полгода Год Ну наверное Можно как-то два Что-то пытаться Там находить лучшее Да Как-то игнорировать Полный пиздец 17 лет Погнали Там бесится Он орет Но я как бы Абстрагировалась от этого У меня есть дети У меня есть хобби У меня все есть И я как бы Получается была Такая фригидная Женщина Его это сильно Конечно бесило Но я ничего с этим Поделать не могла То есть его поступки Меня полностью От него заблокировали В какой-то момент Я наверное Просто ждала момента Когда я 17 лет напоминаю Могу набраться сил И он просто Даже от меня Такого не ожидал Что я возьму Когда-нибудь От него уйду Бывший муж Анны Катя... Ну слушайте Как бы я тут Не ржал на тем Что 17 лет Хотя бы так Это лучше чем Всю жизнь потом мучиться И уже знаете Просто забить на Свои существования И сказать типа Ну это все ради семьи И просто не счастливо умереть 17 лет много Но это лучше чем Как я уже говорил ранее До конца своих дней ...против участия детей В программе Поэтому их лица Будут скрыты Матвея Анна Встретила в 2019 году Когда она все еще Состояла в браке Она поехала вместе С друзьями в магазин И оказалась с Матвеем В одной машине Мы познакомились В своем родном городе Павловский посад Она там сидела На заднем сиденье Все время В каких-то Своих делах Стоян о чем-то договаривался Подумал Очень деловая женщина В тот же день Анна и Матвей Оказались на вечеринке Где впервые Поцеловались Я только день на третий Узнал вообще Что у Анны Есть еще дети И даже муж Поэтому общался Очень свободно Как бы Без задней мысли Только потом уже Выяснилось Я просто хотел напомнить Вдруг зрителям Которые просто Включили и смотрят Да Вот конкретно У них На экране Вот у него Вот конкретно Вот у него И у нее Да вот у них Вдвоем Есть Секс Это хорошо Я только с этой точки зрения Отягощающие обстоятельства Анна тоже не предполагала Что Матвею Еще нет 18 лет Но непринужденное Общение втайне от мужа Ни к чему не обязывало Мы общались Во всяких мессенджерах Я очистила потом Это все Перед сном Встречались Также с нашими Общими друзьями Гуляли И честно говоря Ни о чем я серьезном Не думала Мы просто общались Узнавали друг друга Тем не менее Новое знакомство Придало Анне Уверенности в себе И после 17 лет брака Она решилась на развод Мы продолжали С Матвеем общаться Где-то две недели прошло И мне стало нехорошо Я почувствовала Что меня очень сильно тошнит Анна сделала тест на беременность Результат положительный С мужем у Ани Давно не было близких отношений Поэтому сомнений не оставалось Отец Матвей Мне больше всего понравилось Мы туда-сюда Там Мессенджеры Там Чатились Чатились Там Смайлики Эмоджи Разные Блин Стикеры С этими обновлениями В Телеграме А потом Что-то поплохело Я беременна Вот ребята Аккуратнее Пожалуйста Будьте Конкретно В переписках Потому что Никто не знает Поплохеет Или не поплохеет Конкретно вам Аккуратнее Блин Ну и дочатились Ребята Реально Для Матвея Анна стала первой Во всех смыслах Девушкой И в роли отца Он себя не представлял Когда узнал Что Аня беременна Ну был в шоке 17 лет Вчера только Гулял Пил Веселился Завтра уже папа Не думал я Что к этому готов Анна не собиралась Заводить ребенка В этих отношениях И замуж за Матвея Выходить тоже не планировала Поэтому на сроке Восьми недель Отправилась к врачу Чтобы прервать беременность Врач мне говорит То что Да Ребенок шевелится Вот пожалуйста Фотография И я уже вышла От доктора С другими мыслями То что я не могу Сейчас съесть Никакую таблетку Звоню Матвею Говорю Матвей Вот мне сейчас Подтвердили Все у нас там живое Он говорит А почему ты не рассматриваешь Другой вариант Я говорю Какой Он говорит Оставить ребенка И жить вместе Бывший муж Ани Узнав о ее беременности Попытался отобрать Детей через суд Подал заявление На раздел квартиры Детей суд оставил С матерью И с отцом Они не общаются А вот часть квартиры Бывший муж все-таки Вот отец Что-то захотел сделать И в итоге вообще Лишился детей Ну в том плане Что в итоге Они с мамой остались Молодец Жестко Получил И ее выставили на продажу Только я не понял Зачем пытаться Отобрать детей Если она забеременела Как это вообще Относится к текущим детям Нет понимания у меня К сожалению Или к счастью Аня ушла с работы И уехала на юг Где сняла жилье Чтобы спокойно выносить ребенка Занялась онлайн бизнесом Начала тестировать И рекламировать косметику И средства для уборки Бывший муж Год со мной судился За алименты Кормить детей нужно было Я Получается Да я когда на них Двоем смотрю Я просто в это не верю Для меня это вообще Какой-то бред Из кожи вон Можно сказать Лезла Именно визуально То есть я понимаю Что любви Всевозрасты Покорные И так далее У меня нет с этим проблем Нет каких-то там Стереотипов И так далее Но они просто Именно выглядят Как просто Студент Пришел сдавать что-то Даже не студент А скорее вот проверяющая На ЕГЭ Или ОГЭ Подошла и спросила У тебя там ничего нет под столом Никаких шпаргалок И так далее Все Йопер на театр Супер работаем Сохранить и эту квартиру И детей накормить И себя беременную Витаминами тоже Обеспечивать Матвей же продолжил Учебу в родном городе И устроился на работу Поваром У него на работе Достаточно на тот момент Уже все было неплохо То есть для его возраста Я считаю Он достаточно неплохо Уже зарабатывал Матвей и Анна Поженились два года назад Перед самыми родами Когда Аня вернулась В Павловский посад В связи с тем Что Матвей младше меня Вначале Серьезно не воспринимала Наш союз Блин, ну тут уже ребенок У них родился И они снимают передачу Неравный брак Значит есть какие-то там Непонимания со стороны Ближайших родственников Что там, что там С ума сошли У них уже все Есть ребенок Типа перед вами Взрослый осознанный человек Вот ей так захотелось К Матвею есть конечно Вопросики И то Если он действительно Серьезно отреагировал Так на ребенка Ко всему готов Стоит там завтраки Делает вот в таких вот Как вы заметили В формочках Что блять Зачем их трогать Я не понимаю То, что сейчас мы имеем Мы над этим всем смеялись Пока это все Не переросло действительно Вот в нашу семью Отношения со старшими Дочерями Анны У Матвея не складываются Девочки не признают Авторитет отчима А он не стремится Найти к ним подход И настаивает на послушании Матвею действительно тяжело Себя отделить от детей И понять, что он Не Себя отделить от детей Действительно тяжело Но Анна Не так сложно Отделить одну бровь От другой Поэтому если вдруг Когда-то будете проходить С Матвеем Барбершоп Можно намекнуть Мастеру на то Что сюда вот Клеится такая специальная Штуточка Потом он так Отдирается И Ну ладно Опять же На вкус и цвет Я не хочу сейчас показаться Каким-то там Знаете Челом Который издевается Над Матвеем Но это Монобровь Но это по-моему Просто полный пи*** Типа она Она вообще Ни к селу Ни к двору Я не знаю Какие-то слова Ну она просто Я вровень с детьми Анна не вмешивается В ситуацию И считает Что им просто нужно Дать больше времени На притирку Сам Матвей Поздний ребенок Сорокалетних родителей Ирина и Николай Ельцовы На сына не жалели Времени и денег Оплатили обучение В колледже Когда Матвей Захотел стать поваром Я считаю Что родители гордились Еб*** Там масло Просто Ну я и учился И работал Как-то получалось Это все совмещать Известие о беременности Ани Родителей 17-летнего Матвея Не обрадовало Но ради того Чтобы Матвей Продолжил учебу Ирина и Николай Уступили молодым Свою трехкомнатную квартиру И переехали в однушку Родители Матвея Достаточно тяжело Меня приняли И когда уже Пришел момент Заезжать Я помню Как разговаривала С мамой Матвея И уточняла На каких условиях Мы туда заедем Вопрос с детской комнатой Для меня было принципиально Чтобы там не было Мальчиковых обоев В квартире Ельцовых Аня быстро освоилась Сейчас она В декретном отпуске И подработка Да, но звучит так-то неплохо Получается Отдали Такую прям Немаленькую квартиру Это хорошо Патывает в интернете Денег не хватает Поэтому уже два года Двадцатилетний Матвей Работает почти без выходных Я вижу, как он горит Своей работой То, что ему эта работа Максимально подходит Он даже, мне кажется Особо от нее И не устает Потому что Работает по много часов Плюс еще Ночные смены берет И потом Можно сказать Вообще Абсолютно В нормальном состоянии Приезжает домой Матвей не смог Совмещать работу и учебу И никому не сказав Бросил колледж Но две недели назад Мать узнала От куратора курса Матвея О том, что сын Больше не учится Ирина и Николай Винят в этом Анну И настаивают на разводе Я считаю, что Еще не поздно Развестись Ну, наделала ошибок Ничего страшного Мы поможем От внучки Бабушка с дедушкой Не отказываются И считают, что Матвей сможет Воспитывать дочь На расстоянии Несмотря на то Что родители Матвея Пустили в свою квартиру Молодую семью Брак сына Они так и не приняли Известие о том Что Матвей бросил учебу Стало еще одним поводом Засомневаться Им кажется, что Анна его использует Она бросила работу В банке А он вынужден Теперь бросить учебу Чтобы содержать Анну и ее детей От предыдущего брака Сейчас родители Стали активно противостоять Уже сложившейся семье Почему они вообще решили Что они могут Прожить жизнь за меня Это моя жизнь Я хочу жить с Анней С чего вдруг Мне надо с ней разводиться 20-летний Матвей И 36-летняя Анна Разводиться не собираются Поэтому обратились В проект Статус Неравный брак Это на самом деле Так жестко Я как будто бы Ну как правило Выхожу за сторону Ребят В том или ином выпуске Я сейчас конкретно про то Что типа Че вы до них До всех доебались Им нравится И все Супер Но вот как будто бы Я и могу Частично встать На сторону мамы Чуваку 20 лет 20 лет То есть это вот Тот возраст Когда Я сейчас не про то Что надо там гулять И направо-налево Спать со всеми девушками Чтобы там Потестировать Понять Да я не сторонник Вот этого вот Многоразового секса Когда я там Я на тех уходных Ту На этих другую Нет Ну как-то Чтобы хоть какой-то опыт Мне кажется появился В отношениях Чтобы Бля не знаю Просто это такое Драгоценное время Когда вот оно Должно быть какое-то такое Знаете Тупое Где есть просто Огромное количество Каких-то ошибок Где ты просто На все грабли Понаступал Что-то там попробовал С этой повстречался С этой повстречался Ну вы понимаете Про что я говорю Надеюсь А тут как бы 20 лет С тобой уже Почти женщина С ребенком С твоим же Так у нее еще два есть И как бы Бля ну это сложно То есть у меня здесь Нет такого ответа Типа там Так правильно Или так правильно Я даже не знаю Что сказать Чтобы родители Матвея Изменили отношения к Анне И оставили их семью в покое Что будет Да мне кажется Сейчас просто Какую-то несвязанную речь Сказал Но я надеюсь Что вы уловили смысл Если взять двух итальянцев Россия Андрея Необъятный Интересно Что же будет Если взять двух итальянцев Вау Супер Ага Отлично Буду скоро смотреть Отличное шоу Анна и Матвей Прекратили с ними общение Но решились еще На один разговор При участии Съемочной группы Сын бросил учебу Было хорошо Съемочной группы Съемочной группы Съемочной группы Или мы Или мы Или мы Выселяем вас Все на себя Мне больно Их надевать Это наш Съемочной группы Съемочной группы Похвала Съемочной группы Съемочной группы Образование Когда начнем думать Я не бешусь Нормально Просто давай Тему больше На хрен Не трогать Может надо было Ровесница Находить Может быть По-моему Начался какой-то Мы поругались Мы сейчас Должны куда-то Переехать Это не Поищем Может быть Какие-то Варианты Возьмем Ипотеку Может надо Развод Все-таки Ты хочешь развестись? Ну Типа фиктивно По идее Если люди разводятся Они разъезжаются Я пособие Начну получать Как мать-одиночка Алименты Можешь еще подать Ну Вообще Да Да Супер план Ребята Отлично Давайте так и действовать Ага И пока еще никто же Не выгонит А тебе можно отсидеться Ты считаешь? Сейчас надо паузу выдержать Очень хорошая вещь Согласна Я считаю Что вся эта ситуация С колледжем С квартирой Должна укрепить Наши отношения с Аней А я считаю Что в 26 лет Когда ты сидишь Перед зрителями На аудиторию В 750 тысяч Грызть кожу на пальцах Это вот такенски Хорошо, что нет проблем С головой Супер Ес, 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 ес Потому что до этого Мы не сталкивались С такими Трудностями Взрослой жизни Заставляют меня задуматься О том А правильно ли вообще Я все делаю А туда ли я шла А может быть Что-то нужно было Делать не так Может надо было с мужем Дальше еще потерпеть Лет 40, 50, 60 Альфа-банк Первым в России Отлично Что первым в России Денег на съемное жилье У них нет Несмотря на то Что Матвей работает Без выходных Его заработка на семью Из пяти человек Хватает с трудом Анин вклад в семейный бюджет Невелик Декрет закончится Только через год А пока она подрабатывает Блогером Матвей отправляется За советом К своей крестной Ирине Это подруга его мамы И он надеется Что она поможет Убедить родителей Не выселять его семью Главное Чтоб Матвей Час не сошелся с ней Я просто Мало ли Квартиры Устал очень Когда-то Ко мне приходит Мой сын Ему там Тридцать семь И он такой Пап Вот я вот С Альбиной Я прям люблю Я такой Ну ты же понимаешь Да что Пройдет Пятнадцать Двадцать лет Ну захочется Какой-нибудь там Веронику Блин Да за пятую точку Блин Шлипануть Блин Ну понимаешь же меня Да о чем я говорю Ну то есть Ну это я говорю Выкручивать можно Что угодно Ну понимаю Все пройдет Когда-то Да супер Классно И что И ты будешь Идти рядом С бабушкой Это я просто Стараюсь Как-то защищать Матвея Я понимаю Про что Говорит его тетя Ты будешь Видеть молодых Красивых женщин А с тобой Будет рядом Идти тетка Старуха Типа меня Подумай Хорошо Мы все против Этого Ты встретишь Свою настоящую Любовь Вот эти ваши Отношения Брак Как ты считаешь Это все Развалится С чего она взяла Что Аня будет Старая И некрасивая Что не видели Женщину В возрасте Которая Очень хорошо Выглядит Зачем вообще Затевать Со мной Такие разговоры Мне это все Неприятно Я говорю Тут основное Если вообще От всех шуток Дойти Основное Пиздец В том Что это Просто Какая-то Семья Дезморальщиков Но это Вообще Ужас Подумай Мы все против С тобой Будет идти Старуха Она будет Разваливаться Из жопы Будет Сыпаться Песок А ты такой Молодой Вокруг Куча балерин И все смотрят На тебя Мы против Мы против Мы против Ой пиздец Ну мне кажется Так диалоги вести Точно не надо Но ты только Оттолкнешь от себя Парня и все Слушай Для чего мне Это все Знать Ну и даже не знать С чего она взяла Что вообще Это так будет Пока возраст Ей позволяет Хоть и трое детей Она может Создать Свою семью С человеком Который ей Вот Сверстник ее Пусть постарше Как положено Понял Спасибо Но не с мальчишкой А сейчас и квартиру С тремя детьми Снять очень тяжело Не каждый хозяин Пойдет на это И бешеные деньги Ты сможешь Это все Заработать Может быть смогу Если не восстанавливаться На учебе А надо восстанавливаться Надо учиться Пойми пожалуйста Через пять лет Ты в деда превратишься Потому что тебе придется Не на одной работе Работать С такими темпами Здесь тебе Ничего хорошего Не светит Понимаешь Вы только будете Мучить друг друга Ты весь изведешься И в оконцовке Вы все равно Кто куда Разбежитесь Мы все в шоке Если честно Мне очень жалко Родителей Мама ночами не спит Все против Вся семья против Все друзья против Ребенок жизни не видел Она взрослая женщина Должна понимать Что она делает Анна понимает Что ситуация патовая Она не может выйти Из декрета Так как младшая дочь Не готова Да ну здесь на самом деле Реально Ситуация тяжелая Где вот нет Какого-то определенного Ответа на данный момент Уж точно Обычно вот Когда вот там Знаете Разница в возрасте Типа там 30 и 46 Это точно Хрень стопроцентная Потому что 30 лет Это уже такой Скорее всего Сформированный мужик Который Как вот это принято Говорить там И нагулялся И на шишек Нахватался Каких-то там И так далее То есть все Это мужик Вопросов уже у меня нет Делай что хочет Твоя жизнь А тут вот 20 И конечно Это очень сложно То выходить в детский сад На полный день Так как родители Матвея открыто заявляют Что хотят поссорить их Аня решает Поговориться с свекровью С глазу на глаз Иначе это грозит Распадом семьи Я реально не знала Про то что Он бросил учебу Ну ты же не такая дурочка О чем ты Ну я тебя как женщину Понимаю Конечно Видала молоденька Вот да Тем более состоятельно Вот да Состоятельной семьи достаточно Ну ведь с квартирой Мы вам отдали Не хочу с тобой разговаривать Ну Аня Тем более раз ни при чем Ну о чем нам с тобой разговаривать Ну женщина понимает Что с тремя детьми Не так-то просто Вообще в принципе Справляться Он на учебе На работе Я взяла все на себя Аня все правильно Я все понимаю Я тебя как женщину понимаю Ну ты меня как женщину пойми Может мы вместе Его как-то Это мой сын Он мальчик Он сам ребенок Да зачем нужен тебе Сын мой Я вообще с тобой Разговаривать не хочу На эту тему Ну не хотите Он мальчик совсем Слушай Аня Не хотите Не разговаривать До свидания По-женски Меня поймите А ты поняла Меня по-женски Когда мальчика моего К себе в койку Затащила И родила ему уже А он сам ребенок Мне нравится батя В этот момент Просто Штиль Пока ситуация Не поменяется Пока не станет ясно Что они намерены делать Я не собираюсь Ни с кем разговаривать А с Аней тем более Знаешь где я сейчас была Где Твоя мама В Караганде Пыталась с ней поговорить И она короче Меня даже не пустила В квартиру И не получилось поговорить Почему Ну она еще вся на эмоциях И не смогла Как бы Меня выслушать Я пыталась начать Как бы да Объяснять свою позицию Не надо было Зачем Я же тебе говорил Что паузу надо выдержать Попробовала Ситуация усугубляется Родители Послушай опытного мужика Куда ты лезешь Молодая еще Стаивают на том Что Ане с Матвеем Надо стать самостоятельными И освободить квартиру Ребята ищут способ Избежать выселения И пока Анна вышла в магазин К Матвею заглянули друзья Здоровки Здорово Здорово Сколько лет Сколько лет Не понял Сколько другу Семь с два Я думал Никогда не увидимся Ты что-то какой-то занятой Прям такой стал Что я Получается с тобой И не встретился Это знаете Типа ему 22 Просто он очень много работает Очень много То работа То дом То дом То работа Может быть что-то изменится В ближайшем будущем Твоя-то как сейчас Супруга-то нас не попрёт Что мы пришли Сейчас увидим Не знаю Я считаю Что Матвей Слишком закаблучился Под свою жену Потому что у парня Должно быть свое немножечко мнение Своё пространство Чтобы и проводить время И как на работе Так и в свободное время Со своими друзьями Хоть на свежий воздух выходи Да, совсем забыл-то о нас Буду стараться Но не обещай Ничего, пацаны Ты, по-моему, сейчас Наполовину уже В энергосберегающем Наверное, специальный график Все берёшь По максимуму Чтоб не приходить Лидить домой Это просто как в мемах Пришли четыре друга И накинулись Ну чё Вообще уже, да Под каблучком Как это слышишь Звук шпилек Сразу Опа Всё, да И придихарился Ну видно-видно На энергосберегающем Сидит уже Чё там Как Цок-цок-цок Да, как говорится Нет, просто Нужны финансы Раньше было веселее Заметь Финансов Но Как таковых Не особо требовалось Для какого-то веселья Можно было придумать Его на улице Вот где-нибудь Помнишь, как ходили Да, да Ну просто шли И всё И на ходу Придумывали какие-то там А как родители вообще Ты больше Кто поддерживает Твои Или Жены Я же колледж бросил Из-за Ани У меня родители сказали Что либо мы с Аней Разводимся Либо Съезжаем с их квартиры Жестковат Чуть-чуть, конечно Был классный Гулял На все движи с нами Куда угодно В принципе Да, я представляю Евгений Дудин Какие там движи Устраивали Не сомневаюсь И деньги И ничего Не ограничивало А сейчас Он прям поменялся И в итоге Мало того, что Скорее всего Под каблуком Так ещё И потерян Вообще От мира всего Привет Отличная Формулировка была Спасибо Ребята Зашли в гости Ну и Не общались давно Практически Вот сейчас Как раз Это обсуждали Что так редко встречаемся А теперь понятно Муж весь взял То есть это было непонятно Да? Ну а вам сейчас Никуда не надо На работу там А, в смысле Это Ну как бы Намёк Мы может Пойдём Почихоньку А вы пока Хорошая идея Кстати Я считаю Что Аня Своим таким поведением Ну Меня позорит Перед друзьями Честно Хотелось Матвея В этот момент Просто Убить Понятное дело С детьми никто не играл Они сами себя развлекали А Матвей Просто общался С друзьями Вместо того Чтобы уделить время Такое редкое Нужное Детям Я не хочу Даже это комментировать Пиджак Версачи Пиджак По 50% Скидки был Вау Версачи Просто бомба Моя мечта Носить Версачи В 23 году Так что дальше Я даже готов Сейчас это покомментировать 100 тысяч Штаны С рязанского рынка Просто вот я не знаю Что должно быть в голове Чтоб я за 100 тысяч Купил пиджак Версачи Версачи Пиджак Версачи Стоили они 3000 Пиджак Это тоже канале 1000 Сейчас 200 Может стоит Ну Это я покупал В Ашане Стоил На рублей 700 Причем этот чел Выглядит По прикольнейшим В пиджаке От Версачи Чел Тысяча чем-то Сейчас вообще Дорого стоит одежда Сегодня мы узнаем Во что одеты студенты И во что это Обходится их родителям Я учусь на Дипломата Язерная энергетика И теплофизика Какое самое главное Качество У чиновника Честно А найти парня как Матвей Я не поняла А что это вообще Сейчас было Просто пришли Навестить А тебя не смущало То что дети Маленькие Ну что Потому что они испугались Ты зашла Видела Что они испугались Да нет Где тусовки Когда у нас вопрос Квартира Какой вообще вопрос Стоит о тусовках Где ты это слышала Так Ты сидел Такой говорил Типа что Да Поддакивал Нет Кто не понимает Диалог этот вообще Точнее смысл Этого диалога Я нет Это разве я что Ошиблась Не хотела Только никуда с ним идти Видимо ошиблась А мне показалось Ну ладно Анна понимает Что ее семья На грани выселения Из родительской трешки Переговоры не помогли И надо искать Другие способы Помириться с родителями мужа Что с колледжем Будем делать Может все таки Попробуешь Все восстановиться А есть в этом Сейчас смысл Ну конечно Ты же Подумай сам Очень много От этого зависит Мне нравится Что Матвей При каких-то Серьезных разговорах Автоматически Становится красным Просто мне кажется Для него это Так тяжело Все идет И карьера И наше дальнейшее Проживание Отношения с родителями Ну да Подумать еще Что изменится Если ты восстановишься В колледже Ну что Денег будет меньше Дома я еще буду реже Это в выходные Мне придется ездить В колледж Когда у меня выходные На работе А ты конечно Сам решай Тебя никто не просит Ее решать Да Никто Только он просит Съехать отсюда С человеком Без образования С утра Анна отправляется На встречу Со своей мамой Чтобы вместе с ней Найти выход Из сложившейся ситуации Разные варианты Разные варианты С Матвеем думали Может нам снимать Чтобы не от кого Не быть зависимыми Я конечно в шоке Я думаю у вас все хорошо Все прекрасно Ну вот так да Что я хочу сказать Унижаться не надо Если они приняли Такое решение Я думаю Они спонтанно его приняли Я думаю Они потом все взвесат И все Встанет на круги своя Мама Анны Ирина Ивановна В прошлом Индивидуальный предприниматель Долгие годы Держала точку По продаже одежды Сейчас на пенсии Но подрабатывает продавцом Восемь лет Ирина Ивановна Жила с любимым мужем Который был на 10 лет Ее младше Но когда бизнес Пришлось закрыть Он ушел к своей ровеснице Значит что вы сейчас делаете На первых парах Сейчас тяжело будет найти Приезжайте ко мне Ты серьезно? Ну а почему нет? Всем составом? Ну а что? Мне кажется это нереально А чем нереально? Нет Я опять говорю Я знаю как ты И ты любишь быть сама хозяйкой Это все я понимаю Прекрасно На первое время приезжайте Будет время подумать Все переосмыслить В конце концов Если со мной не понравится жить Значит вы снимете частную Но я думаю Что все решится И насколько я помню Ира с Колей Любят девочку Я думаю что Они переосмыслят И поймут А для вас будет Как говорится Шанс Испытать свое Насколько сильна Ваша семья Вот Я просто переживаю За то что Как бы у нас с тобой Отношения не испортились Мы с тобой Всегда найдем общий язык Вот Даже если немножко И где-то что-то поругаемся Я буду уезжать на суд Ну кстати вот реально Мама хорошо диалог ведет Возможно у нее мысли В голове миллиард И В страшном сне Она видела Вот этот приезд К ней домой Всей вот этой оравой Но при этом она Мне кажется Поступает очень правильно Просто в первую очередь Поддерживает своего ребенка А как там сложится Но потом посмотрим Вы будете хозяев В этот день Вот Матвей будет работать А с детьми Мы всегда разберемся Но ходить Унижаться Там что-то просить Анечка Я тебя умоляю Не надо Я кстати даже не представляю Как Матвей отреагирует На то чтобы поехать к тебе Так то есть Есть такой вариант Что он может Ко мне еще и не поехать Ну он же у нас Колледж самостоятельно Решил бросить Ну значит я тебе хочу сказать С Матвеем Или без Матвея Приезжай ко мне Это как раз повод Будет задуматься Всем вам Ну вообще смотрите Она не цепляется Ни за что Просто стоит на своем Забей Мне все равно как В каком составе Поебать Приезжай Хватит стрессовать Хватит унижаться Все Вот я говорю Мне кажется Это супер-супер адекватная Реакция мамы Стоит ли вам продолжать Вашу семью Или искать ровную себя Это что ты имеешь ввиду? Ну что я имею ввиду? Если он сейчас пойдет На поводу у родителей Что тогда делать? Ты уже ничего не сможешь сделать Либо он докажет Свою любовь Придет вместе с тобой Либо А ровня-то это что? Ровня? Ну ровесника своего У меня был ровесник Ты прекрасно знаешь Чем все закончено А да Это же точно значит Что теперь все ровесники Такие Поехали Да К сожалению Я в шоке С очередной Аниной ситуацией Я в шоке То что Родители Матвея Приняли такое решение Аня меня жалеет Никогда не говорит правду А зря Лучше бы она сразу Ко мне пришла А не пошла Унижаться к свекрови Я бы ее всегда приняла Матвей тем временем Ждет Анну с дочерью На детской площадке Дети Иди к нам кататься На карусель Пойдешь? Иди Это они Матвея зовут Братья пускай тебя посадят На карусель С чего вы взяли Что я брат? А кто? Он молодой такой Папа Молодой Папа молодец У вас молодая жена Да, наверное? Нет Почему? Старая уже Рассыпется скоро 36 вроде 37-й год идет Старше меня жена А старше это на сколько Если не секрет На семна Блин, хорошо, что диалог Не наигранный Супер 12 лет Ух ты Ничего себе Знаете, постоянно, кстати Почему-то меня братом называют Надоело уже это немножко Такие ситуации происходят Практически регулярно Куда мы с Аней не выходим Куда-то в свет Все время Меня считают сыном Братом Но не мужем И отцом После возвращения Для его даже интересно Почему? Вот, блин Народ странный, конечно Я вот сразу понял Уверенно С первой секунды Отец Вы же тоже Или нет? Как можно вообще Его братом назвать? У меня язык бы не повернулся Анна рассказала Матвею О предложении тещи Переехать к ней Но Матвей наотрез Отказывается переезжать В маленькую двушку Как и восстанавливаться На учебе В поварском училище Не, я считаю Что нам нужно мнение Независимого человека Который посмотрит На нашу ситуацию Ты рассказываешь Свою позицию Я свою Мозгоправа? Ну, типа того Психолог сейчас это называется Как ты на это смотришь? Ну, психолог Мозгоправка Какая разница Одну и то же Как я считаю Пока смутно Да, сфью Ты пописаться зашла? Что случилось? Интернет не нужно Я уже встреча Чем-то Папе позвони Зачем так перед отцом Дверь закрыла? Ты считаешь Так нормально сделать? Нормально ломиться Просто так Там постучать можно Ну, это ребенок Она, может, не осознает Вся степень важности Нашего разговора с тобой У нас сейчас сложная ситуация Для старших детей Потому что их Можно сказать Из семьи выдернули И не спросив Хотят они или нет Она без комплексов Она без каких-то Пусть она не комплексует Где-то там Или с тобой Пусть не комплексует Со мной Пусть комплексует Чтобы быть полноценным Родителем Если ты хочешь таким быть Тогда нужно, соответственно Вкладывать Время, внимание Мы про это говорим У них есть отец Вот он у них родитель Ну, давай мы его Подселим тогда в кладовку Чтобы он В момент, когда нужно Мужское воспитание Он будет оттуда выходить И давайте Пожалуйста Я сдан Ты согласен Матвею действительно тяжело И без опыта И желания Да, я думаю Матвей вау Это по прическе видно Там просто уже Какая-то связь с космосом Образуется Вот эти вот Антенны По всей голове Воспитывать чужих детей Тоже ничего хорошего Не выйдет Поэтому я считаю Нам нужен Реальный психолог Отношения в семье Портятся Аня выйти на работу Не может Квартиру снимать Не на что Родители против брака Чтобы распутать Этот клубок проблем Пара отправляется К психологу Я бросил учебу И в связи с этим Родители говорят нам С Анной Либо разводиться Либо съезжать С их квартиры Сразу С ихней На меня камни посыпались То, что Наверное, из-за тебя Наверное, ты его попросила Чтобы он был больше дома С чем, собственно, проблема Можно устроиться Обратно на учебу Или что Или там Сказать Нет, мы взрослые Будем жить отдельно Самостоятельно Снимать Почему Такое происходит Это вообще Что за речь Сейчас была Еще раз То есть Сказали о проблемах Ответ психолога Попросила Чтобы он был Больше дома С чем, собственно, проблема Можно устроиться Обратно на учебу Или что Или что Что Ну, как Где там Ну Еще раз Или там Сказать Нет, мы взрослые Будем жить отдельно Самостоятельно Снимать Почему Там Да, такое происходит Почему там Да, такое Блин Ну, оттуда Я к этому Имею ввиду Типа И к чему Ну Я В смысле Вообще Да Что вопрос Возникает Сложность с родителями Не знаю, как Им все это объяснить Донести Пока просто Про учебу Не было мыслей Восстанавливаться То есть скорее Ну, какой-то Негатив идет Они вас не принимают Ругают Ну, да Отвергают То есть из-за этого Вы хотите помириться Да Матвей вообще Очень переживает Все, что они делают Они как бы Подстраиваются Под родителей Они не пытаются Стать самостоятельнее И решить проблему Без участия взрослых Немножко игнорируете Почему я так делаю Наверное, потому что Думаю, что Матвей ничего умного Мне особо и не скажет Хотя Блядь, это такое ужас Да Уже давно Много Типа Родила от парня С которым в итоге Съехалась Хочет, чтобы он Принимал участие В воспитании Ее детей Помимо того, что У них есть общий И при этом она сидит И такая Да что он там умного Может сказать Молодой еще От Матвея слышу Полезного Они вправду Меня частенько Не слушают Даже когда Например, мы ругаемся Она только Есть Ее речь Меня она не слышит Чтобы я Матвей, бро Я с тобой Я тебя слушаю полностью Вообще Каждую твою речь Говорил Как громко бы Это не звучало Этим же вечером Аня и Матвей Отправили детей к маме Чтобы принять Окончательное решение Как поступить Но поскольку Они из квартиры До сих пор не съехали На пороге Появилась мама Матвея По-моему Мы договорились Сын дорогой Что вы отсюда съезжаете Поэтому пожалуйста Собирайте свои чемоданы И убирайте Куда нам сейчас Это ваше дело Куда вы пойдете Ты свой выбор сделал Все Пожалуйста Съезжайте Так резко Мы как-то же не готовы Пожалуйста, съезжайте Это не резко Мы дали вам время И будьте любезны Пожалуйста Выполнить То, о чем я вас просила Хорошо Мы сейчас возьмемся Берем вещи Вот возьмите Подожди, какие вещи Наши вещи Матвей Я, честно говоря В шоке Я не могу Вот даже Оставаться дальше Здесь После такого Это очень хорошо Это правильно Ужас Какая грязь Надо здесь дальше Оставаться Идите, собирайте Быстро Что, я пошла Собирайтесь Собирайтесь, собирайтесь Матвей Матвей Вскрыли проблемы Мы не только Одну мальчик Держите А что, тебе у твоей мамы Не нравится А тебе нравится Мне очень Мам А где постельная-то? Натя Спасибо, все? Спасибо А что, поинтереснее расцветочки Не было Какая есть? Да, давайте Сейчас еще Как раз расцветочки Повыбираем Для постельного белья Вот Самое время Да Так, вот так Мам, ну мы сами Наверное Ну я хочу помочь На первый раз-то Давно не раскладывалась Вот сюда вот Тогда на Спасибо А что-то у нас Подушки такие А наволочки такие Да Ой, блядь Как будто бы Это кому-то важно Вообще Скажи маме своей Моей, он говорит Скажи Вообще в себе Мы по чьей вине Вообще тут Маму напрягаем М? Что-то общий Из-за тебя Надо было Учиться А не Колледж бросать А не жениться Конечно Такой момент Когда ты уже Спустя много-много лет Вдруг попадаешь То С чего ты Собственно говоря Начинал Там я работать Начинала Когда жила С мамой В квартире И тут как будто Такой вот Великий камбэк Я бы это назвал Камбэк Обратно То есть Великий Забыла Будто я ничего не достигла Ничего не Получила Ничего не создала И вдруг Обратно к маме Че, кто у стены? Не знаю Не знаю Ты точно с краю А, ты с краю Дан, мама тут твоя Маленькая Еще была Ой В этой комнате Жила Представляешь Твоя была Это комната моя Да Ты не представляешь Какие у меня чувства Какие? Смешанные какие Хочется побыстрее переехать Куда? Где никого Ну куда ты? Дан Дан Ты с нами будешь спать? С бабушкой? Ну иди к бабушке Аккуратно, чтобы не грохнулась Придерживай ее Выключи свет, пожалуйста Дан Наконец-то Ну че, будем? С ума сошла, что ли? Следующим утром Матвей пошел на работу А Анна Оставила детей с мамой И встретилась С подругой Анастасией Чтобы посоветоваться Какой-то такой прям Дисбаланс, знаешь Как бы наши отношения Не пострадали А ты не думала Может быть К мужу обратно вернуться? С первым мужем Ого, супер Хорошо, что нет точного ответа Решила попить чайку Или кофейку Бог его знает И задуматься Анна прожила в браке 17 лет Пока не встретила 17-летнего Матвея Развод был громким Муж пытался получить опеку Над двумя дочками И отсудил половину квартиры Слушай Ты серьезен? Ну да Почему нет? Как я это сделаю? Ну погуляли Вернулись Помирились Но ведь хороший человек Почему? А то, что я потом Рассказывала Как мы судились За алименты За квартиру Ну тут уже Такой Спортный вопрос По любви у нас все было? Ну тут уже Наверное Он просто обиделся Для меня это шаг В пропасть Честно Нет, ну если даже Свекровь против Все Палки в колеса В такой Можно было с этой подругой В принципе не встречаться Может быть действительно Ну ее можно, наверное, понять Все-таки Она своему сыну Хотела Наверное Другую невесту Или другую Судьбу Ну возможно А тут такая история Что я чувствую Даже себя Как-то причастной К этому Я думаю Что Аня справится Со всем Что сейчас С ней происходит Отличный вывод После этого разговора Просто поговорили О чем-то Но ни о чем И в конце Я думаю Что все наладится Все решится Все будет супер Несмотря на все Ее трудности И несмотря на то Что с ней рядом Маленький мальчик Блять Какая сильная речь Того род Красава Блять Так и не получив Дельного совета От Как это не получив Блин Закадровый голос Голову включи И вечером Анна возвращается К маме домой Ань Ну чего Чего Она ушла В смысле Ну хоть с ребенком побудь Е-мое Я тут закрутилась вся И ужин надо готовить Ты пришла и села Ну правильно Я тоже Она плачет по маме Я тоже устала Давай пойдем на кухню В смысле Ну ужин готовить Что все я что ли Пить Пить хочет мам Ей сюда принесешь Принесу Я смотрю Тут у вас Нянечка уже превратилась Потихоньку Ну какая я завтра На работу то поеду Счастливая Да Что у тебя Живут три внучки И дочка С тобой рядом Я не знаю Что вообще происходит Аня с Матвеем Решили Что И за детьми И по хозяйству Все теперь буду делать я Просто Все на меня Свалили И свесили ножки Меня так не устраивает Мы есть то будем Сегодня нет А где Блядь Я не могу Продукты Какие продукты Ты давай с работы Будешь приходить С продуктами Да Вы реально С мамой дома сидите И не успеваете Да А мы дома сидим А где Мама вообще Мы главное сидим Главное что мы сидим Да Мы сидим сейчас Мама ездит на работу Ты чего Сложно сходить Мама А что у тебя раковина Засорена Вот так вот Не могу сделать Засорена Матвей Ну ты можешь Как-то откачать Ну встань уже Сделай За вашими детьми Посуду то моют В конце концов В смысле мам За нашими Это твои внучки Ну согласна Я не могу Все делать Не руками Это делать Или чем Я пошла стирать носки И все Мама А что в ванной А в ванной А что там белья Целая гора Ты что не стирала Сегодня Зашибись Ты что делала Иди запусти А я не умею Твою машинку запускать Пойдем научу Пойдем научу У тебя Давай учись Если вы собираетесь Здесь жить Давай учись Да не очень Мы собирались Ты нас сама позвала Но я не думала Что все так И я тоже Так не думала Можно я пожалуйста Сейчас пойду И поработаю В телефоне Да точно Самое время Сейчас поработать В телефоне А когда Некогда больше Целый день Ну можно или нет Я не знаю Я вообще уже Ничего не знаю Вы что тут Не можете вдвоем Разобрать Я вообще-то Раньше одна Со всем справлялась Сейчас у нас две Хозяйки Все Когда уже ночь будет Когда вы уснете Я уже не могу Работай в телефоне Вы знаете Как фильм ужасов Смотришь Видишь Что тут Темнота Темнота Ты сидишь Напряжение И ждешь Что еще что-то будет И потом Так Рассвет Или просто там День И ты такой Все Вот я тоже Жду уже Следующий день Спасибо Освободите мне Раквину Я все сама Сейчас сделаю Как жизнь Как жизнь показала Это не выход Жить У меня Две хозяйки На кухне Не пойдет Ну В конце концов Можно снять Частную Ну а потом Заработать денег На свое жилье Ссора показала Паре Что жизнь с мамой В стесненных обстоятельствах Им тоже не подходит А вот жизнь В частную Точно подойдет И что им все-таки Придется Искать квартиру А пока Матвей Чтобы не накалять Обстановку Уехал к друзьям Давай рассказывай Как так получилось Ну сейчас будут Вот эти вот А что так-то Раньше нормальное Вроде это усилие Да Сейчас Это как-то это Под каблуком Матвей Раньше пиццу ел А сейчас Что-то Только на домашние Иди Да не знаю Что-то Подумал Что надоело Мне это все Решил Отдохнуть Чуть Да устал я Просто Что-то Уже Это всего Родители Еще Нагнетают Что Ну как она Блин Как кошка Его нахрен Взглядом Ровесница Она прям Вот это вот Надо восстанавливаться На учебе Нельзя Так Ну то что ты устал Мы прям видим А как у тебя мама поживает Да Нервничает мама Из-за того что Учебу бросил Переживает Очень Насколько я помню У тебя мама была По-моему Против всей этой ситуации Ну тетя Ира Она как-то на это Все негативно смотрит Или мне кажется Нет Ей не кажется Очень негативно Она Просит развестись Ааа Настолько серьезно А я как понимаю Ты просто выбрал Квартиру Да Найти Ну да Я разводиться Не планирую Ну а ты не думал Все таки вернуться На учебу Пока нет Бля я не могу Ребят Все Когда Когда конец Просто Уже минут 30 Гоняем Абсолютно Одни и те же фразы Типа ничего не меняется А ты не думал Что Неплохо было бы Ровесницу найти И может На учебу Вернуться Давайте За вас Ребят Ну да Это как-то неправильно Ой Блядь Ой Таких мыслей Потому что Если я начну учиться То Ни о какой работе Наверное Не может быть и речи Ну ты же сможешь Доучиться И потом начать работать Ну сколько Два года мне еще Сейчас доучиться тогда Ну а если вариант Там не знаю За очко И какие-нибудь Договориться может быть Ну за деньги как-нибудь Ну вот этот я не рассматривал Еще вариант Можно поговорить Попробовать Только лишь Это самое главное Что сейчас надо решать Есть вопрос С квартирой Я думаю Он более важен А если бы у меня Был такой муж Что я бы хотела Все-таки Больше помощи Поддержки Не знаю Больше ответственности С его стороны Матвей сейчас Избегает от ответственности И перекладывает Все на плечи Ани Матвей решит Вот такой вывод Я согласен Полностью С каждым словом Пошел заночевать у друга И до утра Аня не беспокоила Его звонками Мать Привет Привет Че делаешь Квартира Еще Че делаю Что-то Не находятся Какие-то варианты Не знаю Пока надо Еще Поискать Нет пока Ничего подходящего Вообще Ничего Ну что-то есть Но Так Еще Еще Нормальный Был ремонт Чтобы Обметраж Чтобы Надо Особо Убирать Да Чтобы Желательно Еще два этажа Было Приходится Бюджет Тоже И гараж Чтобы машина Заезжала И на лифте До второго этажа Тачка доезжала Просто Чтобы когда спишь Видно Через зеркало Стоит Моя Моя Машинка Вот Я так думаю Это рассчитывает Никто не говорит Про халупу Просто Тоже Не надо Что Думать Что это будет Дворец Да Понятно Что они Дворец Барты Это не дают Особо Ну ты Скидывай Тогда мне Варианты Я тоже Хочу Видеть Что там Ты выбираешь И Не буду Тогда тебя Отвлекать Ничего Да Можно в целом Как-то и помочь Наверное Матвею Тоже Посмотреть Квартиру Я понимаю Что это Энергозатратно И Есть Дела Поважнее Например Разговор с подругой Вчера О самых важных вещах Очень редкие Очень Эксклюзивные Инсайды Она получала Вчера Тоже Хотел бы Это Добавить Поэтому Как дела Закончатся Можно Чуть-чуть Уделить Время И тоже Помочь Матвею Попадется Скину Обязательно Ну устал Я просто Заниматься Поиском Эти квартиры Работать Думать Об учебе Еще все Мне говорят Разводись Разводись Я просто Устал Решил Отдохнуть У Ани Проблем С каждым Днем Все больше С мамой Она в ссоре И понимает Что ужиться Вместе Шансов нет А значит Из отчего Дома Тоже Надо съезжать Она идет За поддержкой К подруге Светлане Вообще Я конечно Была В шоке Сейчас Просто у меня Земля Из-под ног Как будто бы Ушла Как будто бы Я чувствую Что Из-за меня Что Все это Хотя Понимаю То что Не из-за Меня И вот Эта Ответственность Перед Детьми Я просто Уходишь Я Естественно Нет Но она Как мать Просто Понимаешь И Если бы У тебя Были Мальчики А у меня Мальчики Наверное Я тоже Буду думать Что Где-то Во всем Виновата Невеста Сына Где-то Да И у нас Понимаешь Тут и школа И садик У нас Все Завязано На этом Районе Надо ее Как-то Расположить Ну вот Как Надо подумать В любом Случа Что бы Сейчас Не происходило Мое Желание Сохранить Семью Быть С Матвеем И я считаю Что мы С ним Вместе Преодолеем Все сложности Которые У нас На пути Аня Понимает Что решать Проблемы Ей придется Самой И в первую Очередь С родителями Матвея Которые Уверены Что она Окрутила Сына Поэтому Она идет На разговор К свекрови Я что Хотела Сказать То что Чувствую Какую-то Свою Вину Во всем Этому Не рвит Я в общем Разговаривала С Матвеем Насчет колледжа Он говорит То что Можно восстановиться Вот Но он пока Еще До конца В этом Не уверен Надеюсь Программа Закончится Тем Что Матвей Все-таки Каким-то Образом Восстановится Мама Снова Такая Ес Матвей Учится Заезжайте В квартиру И честно Говоря Аньку Я уже Как-то Полюбила Но По крайней Мере У него Уже Мысли Такие Есть И он Про Это Уже Всерьез Думает Главное Одно Ребенок Муж Твой Должен Учиться Понимаешь Я согласна Вся жизнь Впереди Если он Не выучится Что хорошего Его ждет Я согласна Я попробую Его как-то Убедить Вот Убеди Тогда будет Другой разговор Женское Чутье Есть у нее Конечно Как подход Нашла Ко мне Короче Я говорю Тут все просто Типа Сейчас Матвей восстановится И они все будут Жить дружно И счастливо Как будто бы Ничего не было И разницы возраста В целом Не существует Никакой И злость вроде Для Ирины Ильцовой Учеба главная Как отступила Даже поговорили с ней Там о чем-то Договорились Молодец она Свекровь колеблется Но не соглашается Пустить семью сына Назад в свою квартиру И Аня Решает подействовать На Матвея На что мы готовы Пойти Чтобы Как-то Договориться С ними Я на учебе Готов остановиться Это конечно На Матвея Очень здорово Если ты это сделаешь Правда Правда Сделаю Это мне кажется Самый главный пункт Что еще Ну потом Сейчас надо будет Как-то Поднапрячься Буду учиться Там Мало по малу Работать Ты и так Очень много работаешь Поэтому выходные На учебе Очень даже тебе будут Мне кажется Для разгрузки А тебе Ну а я что А я Человек такой Который Знаешь Уже на все Готов Ради Семьи Я тебя в этом Полностью поддерживаю Получаю образование А вообще Жить вот так Вот постоянно На пороховой бочке Это нормально нам Мы это Как бы В данный момент Мы ничего не сможем С этим сделать После уже Окончания учебы Когда будет Нормальное финансовое положение Попробуем снять квартиру Переехать Может быть Куда-то поближе К работе Ну было бы Конечно мне кажется Классно Наша ситуация Чтобы никто Нас не дергал Для Матвея Это очень полезная Кстати ситуация Он начал Принимать решения Думать Какие Бл***ь решения Он начал принимать Восстановиться Вот мы 40 минут Слушали 9 тысяч диалогов Разных Одинаковых Ладно Даже не разных И в итоге Матвей просто Восстановится И они заедут Обратно в хату Задумываться Это очень хорошо Сразу Сразу идти к маме Матвей не осмеливается Поэтому начать решил с отца Он всегда на стороне Матвея Но тоже Как и жена Недоволен тем Что Матвей взял на себя Слишком много обязательств С учебой конечно Здорово подвел И себя И нас Зачем было Колледж-то бросать Дело ведь не в квартире А в первую очередь Чтобы образование получить Я уже думаю Взрослые люди Поймете А я попытаюсь Мать как-нибудь настроить В положительном вопросе Решение И вам же наверное Лучше в квартире-то жить Сам понимаешь Хотя еще раз говорю Квартира не главная Главное твое образование Работа Ну и Время свободное Тебя жена вроде не д** Должна понять И что же с нами Воевать не хочется Нет конечно Ну и В чем тогда проблема-то Я решил пойти к папе Потому что Мама это такая же женщина И она до сих пор Я считаю что На эмоциях Папа как-то более С холодной головой Я думаю К этой ситуации Ко всей относится Ну а я Всегда за тебя Поэтому с матерью Постараюсь поговорить Что-нибудь предприятие Но иди навстречу Женой подите И тогда у нас Все будет окей Хорошо Ну тогда уж не окей А окэ Тогда будет все окэ Я только за Когда сын приходит К отцу за советом Раз Матвей пришел Значит что-то понимать Начал в этой жизни Он же видит Что мы ему добра желаем Мама Ани Тоже согласилась Помочь детям И поговорить С мамой Матвея Ир Здравствуй Ой здравствуй Что случилось Ну а ты сама Как думаешь Значит вы будете Как будто они Какие-то подруги Да Давай Че там такое Ну а ты как думаешь Ир Спокойно жить Квартира будет Вставать А мы здесь Друг на друге Я не против Не против Но ты меня-то тоже Пойми У меня уже возраст какой Это немыслимо Пока все уложится Мне в 4 вставать А то Матвей встает Ну и кому от этого Легчество вообще То что вот сейчас Произошло Ну ты меня прости Пожалуйста Но это ваши проблемы Я для того Чтобы им помочь Я должна работать Правильно А как я могу работать Если я устала Еле приползаю на работу Все делаю Склоняюсь к тому Что я вообще Скоро расчет возьму Я просто не выдержал Такую нагрузку Ну правильно Бери расчет А что делать Это же твои внуки Сиди Твоя дочь Мы свою внучку Тоже будем поднимать И мама такая заулыбалась Но уже да В целом план был такой Кто нас спросил Ирина Ирина Угомонюсь пожалуйста Нас кто спросил Когда они собрались И пошли поженились Ты должна была Дочку свою воспитать Как надо Понимаешь Не так Чтобы она Мальчишек подбирала Пап есть пап Ребенок уже родился А дочь свою Воспитала Прекрасно Ну вот сейчас разбегутся Кому от этого Легче-то будет Ну кому И Даночке Легче от этого Не будет Она будет Папа здесь страдать У Даночки Все будет хорошо И папа будет видеть Я считаю Мы правильно С мужем приняли решение И забрали эту квартиру Да А дети пускай Вот теперь сами думают Да Я очень понимаю Маму Матвея Не знаю Как бы я поступила В этой ситуации Честно говоря Потому что здесь Немножко по-разному У меня дочь С двумя детьми У нее сын Который недоучился Поэтому Она имеет право Видимо сейчас Так поступать Расчет на помощь Аниной мамы Не оправдался Аня с Матвеем Ничего не остается Как набраться смелости И пойти на разговор К родителям самим Но для начала Надо купить гостинцы Я думал он там уже Знаете Как-то Пофиксил этот вопрос С отчислением Договорился Что-то там сделал Сейчас придет С каким-то готовым решением И Ну Батя наверное Настроит На то что квартиру отдадут Что сделали ребята Пришли в овощной отдел Ну фруктово-овощную Так скажем В лавку Фруктово-овощную Сейчас наберут яблок Орехов И придут разговаривать Снова о том же О чем мы говорим Весь выпуск Ес Очень умно Отлично Там Так 620 рублей Кто расплачется будет Вы или вашу маму Подождем Ну это вообще-то моя жена Так что не извините Как-то Слушай Так показалось Ничего страшного Так какая тебе разница С кем мне приходится Аня Ну Не твое вообще дело Я что Выгляжу как-то Да она и не спрашивала Она просто сказала Маме передай 15-летний подросток Мне 20 уже Устали уже все От этой ситуации Мы тоже Что-то будем Менять в себе В каких-то поступках В итоге Матвей Решил все-таки Восстановиться В колледже Ну вот Другое дело О чем же говорили Сколько раз-то уже Сейчас Доучусь Буду подрабатывать Там как получится Плюс-минус А потом С Анной Когда будет Устойчивое финансовое положение Планируем снять С вами квартиру Ну а что скажешь Да что говорить-то Несмотря на то Что родители По-прежнему Не предлагают паре Вернуться в свою квартиру В отношениях Наметилось потепление Если ребята За ум возьмутся Нам надо все-таки На встречу пойти Если у них такая любовь Ну что пускай Мне вот подождите Я сейчас вернусь обратно Показать один момент После которого уже все Хочется чтобы закончилось Вот Слушайте Речь Матвея Обратите внимание Мы тоже Что-то будем менять Что-то будем менять в себе В каких-то поступках В итоге Матвей И реакция батя Блядь Да Есть в этом правда какая-то Что-то будем менять В себе В каких-то поступках А давай мы На хату вернем Потому что Ну они реально Что-то будут менять И поступки будут меняться Блядь Это Блядь Если у них такая любовь Ну что пускай Квартиру обратно Возвратятся Ты же сама Смотри Вся извелась Я сама не рада уже Что мы это все Учинили Ну я учинил Ладно Не получилось у меня Ты понимаешь Не разводятся Зараза Да я же вижу Как ты переживал Успокойся Все нормально будет Если любят друг друга Пускай живут Ну главное Чтобы они И к нам повернулись Я считаю Что эти манипуляции Которые мы с квартирой С отцом придумали Очень помогли Потому что Если бы не это Напряжение Не этот конфликт Так бы они В расслабленном состоянии И плыли по течению А сейчас за ум взялись Родители Ельцовы Разрешили 36-летней Анне И 20-летнему Матвею Вернуться в свою квартиру Отношения с сыном И невесткой Выстраиваются заново Ирина и Николай Перестали требовать развода И даже пришли На семейный праздник День рождения Средней дочери Анны Опять вместе за столом Закончили сложный период Надеюсь больше не повторится Мы очень рады Что так все заканчивается Что мы смогли найти Пути решения Что нам еще конечно предстоит работа Но самое страшное позади Все таки Матвей он молодец Он старался действительно сохранить семью То есть другой бы сказал Да иди ты нафиг К маме живи Все таки достойного сына Вы воспитали я хочу сказать Я смотрю у нее и с Матвеем Отношения так поменялись Помягчела она к моему сыну Прислушивается И к моим советам Что дальше будет конечно непонятно Возраст нашего сынуля Матвея Нас просто обязывает Вмешиваться Мы вмешивались И будем вмешиваться Чтобы этот неравный брак Был под нашим контролем Ну скажи классно Классно конечно Это просто лучший вывод Который вы могли сказать Мы вмешивались И будем вмешиваться Всегда Я очень рад Что вся эта эпопея С квартирой закончилась Что мы все помирились Мы вместе с тобой Это все прошли Благодаря этой ситуации Наши отношения Стали крепче Ну Мы стали чуть-чуть По-другому относиться К жизни И понимать Что все поступки Влекут за собой Какую-то реакцию Да И что-то Что-то либо еще Как-то там И потом Вставка с отцом Да Есть в этом правда Ой Ребят Не знаю Как минимум Это было забавно В начале И в середине ролика Так уж точно Под конец Стало скучно Потому что я не увидел Никаких изменений Понятно Что на эту ситуацию Можно взглянуть глубже Там да Как-то покопаться Сказать типа Ну да Действительно Что-то там Вот такая вот У них случилась ситуация Теперь они как-то там Сплотились Но в целом В итоге чел просто восстановился И они снова получили квартиру Будет ли там какая-то мотивация Что-то делать Не знаю Пишите свое мнение Отвечайте на какие-то вопросы Которые я задавал ранее В целом все С вами был Евгений Ставьте лайки Оформляйте Сабскрибе Он мой ченнел И пишите комментарий Спасибо большое за просмотр Целую Ценю Люблю Ваш дорогой Евгений Макаренко Любви Все возрасты покорны Пока Спасибо за просмотр Пока Нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ Спасибо за просмотр